КОНЕЦ Вы нас теперь можете видеть, у нас появилась такая техническая возможность. Александр у нас ведущий консультант направления транспортной логистики. Добрый день, коллеги. План нашего сегодняшнего вебинара. Я расскажу сначала вводную информацию о нашей компании. Часть из вас, я вижу, уже являются нашими клиентами, знают о нас. Но также есть те коллеги, которые подключились, кто с нами еще не взаимодействовал, возможно, не знаком. Мы с вами познакомимся. Далее Александр расскажет основную часть нашего сегодняшнего повествования. Это свой рассказ об автоматизации заводской логистики в Axelot MS. И третья часть нашего вебинара – это, собственно, ответы на ваши вопросы, которые у вас, я полагаю, что возникнут в ходе нашего вебинара. Итак, давайте начнем с моей части. Компания Axelot на рынке IT-услуг с 1998 года. Уже с 2020 года мы работаем и внедряем системы классов МС и ПМС. На текущее время штат наших сотрудников насчитывает более 200 человек. Уже, наверное, даже более 250 специалистов. Офисы компании расположены в трех городах. Это главной офис компании в городе Москва. Тот, в котором мы, собственно, сейчас находимся и проводим наши вещания. И еще два офиса, два филиала. Это город Киров и город Красноярск. Мы занимаемся внедрением системы классов МС и ТМС. В МС система выпущена нами уже в пятом поколении. ТМС система в четвертом поколении. Соответственно, все предыдущие поколения эти системы выпускали, разрабатывали. Так же мы. По данным системам мы выполняем более 100 проектов в год, что нам позволяет наш большой штат специалистов. И мы прекрасно понимаем, что наши заказчики после внедрения системы не могут себе позволить, не хотят оставаться без нашей поддержки. Именно поэтому мы открыли у себя центр сопровождения МС и МС системы в режиме 24 на 7. Мы прекрасно понимаем, что наши заказчики ведут свою деятельность не только в рабочее время с 9 до 6. Зачастую планирование логистами происходит как в учебное время, так и даже в ночное. Поэтому вот в это время мы считаем нужным поддерживать вас, отвечать на ваши вопросы, чтобы никаких проблем у вас не возникало. Также хочу отметить, что более 10% от выручки всей нашей компании мы тратим на развитие наших систем. Это выпуск новых релизов, это разработка нового функционала, который так необходим нашим заказчикам. Мы развиваемся вместе с вами и помогаем развиваться вам. Но одни мы бы, наверное, не добились таких успехов, которые сейчас у нас есть. У нас есть наши партнеры, которые на протяжении всего существования компании AxiOd помогают нам развиваться. Это, несомненно, компании Citigit, Яндекс.Маршрутизации. Они помогают нам в части системы класса TMS. Citigit — это картографический сервис, Яндекс. У него есть как карты, так и маршрутизации. Также используем в некоторых наших проектах. Вы видите на слайде три логотипа компании Datreon, Gradum и AxiOdTech. Это наши не только партнеры, но и компании, входящие в наш, так сказать, IT-холдинг. Компания Datreon занимается интеграционными решениями, которые мы используем в наших проектах, в том числе и TMS. Компания Gradum занимается внедрением систем класса ERP. Компания AxiOdTech вставляет оборудование в наши проекты. В части TMS они могут помочь нам поставкой смартфонов. Как раз на слайде вы видите логотип компании Zebra. Это производитель как раз-таки очень хороших, защищенных промышленных смартфонов и планшетов для водителей. И, конечно же, наш ключевой партнер, компания 1S на платформе, в которой мы разработали наши системы TMS и TMS. Мы с ними сотрудничаем очень давно, прямо с первого дня вообще существования компании AxiOdTech. И небольшой такой экскурс в историю нашего TMS-решения. Собственно, почему мы решили сделать свою TMS-систему? Изначально, когда мы задумывали ее реализовать на рынке TMS-систем, было много разрозненных решений, которые закрывали части задач TMS-системы. Были неплохие системы, которые закрывали задачи спутникового мониторинга и мобильного приложения для водителей. Были системы, которые позволяли считать затраты на собственный транспортный парк. Были системы, которые позволяли нам автоматизировать управление перевозками. Но не было комплексной системы, которая бы охватывала все вот эти вот вещи. Собственно, поэтому мы разработали свою систему, включили это все в нее. Мы с вами живем немножко обновленному большим эффектам автоматизировать ваши бизнес-процессы. Мы видим, что теперь люди хотят не ходить за покупками куда-то в торговые центры, магазины, стараются дистанцироваться, что очень правильно. И больше стали заказывать товары с доставкой на дом, производить доставку в магазины и так далее. Мы на фоне этого придумали такое предложение, очень интересное, я думаю, для вас, в котором мы предлагаем повысить оперативность доставки в очень короткие сроки, меньше чем за месяц, и по очень привлекательной цене. Если вам интересно, обязательно свяжитесь с нами. По итогам вебинара мы, конечно же, дадим вам тоже обратную связь, спросим у вас, как вам понравился ли вебинар, что-то добавить, и поинтересуемся. Возможно, вам интересно будет наше предложение, мы обязательно его обсудим с вами и сделаем, так сказать, вам оффер. Вот. Далее перейдем к некоммерческой части деятельности нашей компании, это библиотека Аксиот и учебный центр. Мы читаем литературу заграничную, мы переводим самые удачные экземпляры и переносим ее на российский рынок. Соответственно, в книгах, которые мы перевели, вы можете прочитать какие-то интересные вещи, которые, возможно, вам помогут в дальнейшей вашей деятельности. Обязательно обращайтесь к нам, мы с радостью вам порекомендуем литературу из нашей библиотеки. Также мы проводим учебные курсы, которые читают ведущие эксперты в области логистики и автоматизации предприятий. И наш самый любимый слайд, потому что это слайд с нашими заказчиками, которые уже нас выбрали, которые внедрили нашу систему ТМС. Это часть заказчиков, довольно небольшая, но мы представляем их вам. Хотим, чтобы вы обратили внимание на то, что заказчики из абсолютно разных сегментов бизнеса. Всем мы можем помочь, предложить решение, которое будет им необходимо. Ну и не только мы рассказываем о наших клиентах, наши клиенты также рассказывают о нас. На слайде вы видите анонс нашей предстоящей онлайн-конференции 26 августа в 1 часов по Москве. Тема этой конференции это внедрение МС, ТМС, глазами клиентов. Спикерами на конференции выступят Технониколь, Феска и Дымка. Технониколь расскажет об опыте внедрения системы ВМС. В чате вы можете увидеть ссылочку. Это ссылка для регистрации. Обязательно проходите, регистрируйтесь. Технониколь также любезно предоставил нам возможность снять ролик на их складе по использованию ВМС-системы. Поэтому участник конференции увидит его самыми первыми. Компания Феска и компания Дымка расскажут про свой опыт внедрения системы ВМС. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь. Будем очень рады. Участие бесплатное, участие удаленное. Можно сидеть, пить кофе, смотреть и задавать также вопросы нашим заказчикам. Так, теперь я предлагаю перейти к самой основной, самой интересной части нашего сегодняшнего вебинара. Александр расскажет про автоматизацию заводской логистики в Аксилот ТМС-X4. Александр, передаю тебе слово. Сейчас буквально, коллеги, одну минуту, и я переключу демонстрацию экрана. Итак, сегодня мы рассмотрим особенности автоматизации заводской логистики и возможности системы Аксилот ТМС как инструменты самой автоматизации. Ну, конечно, первое, с чего хотелось бы начать, что хотелось бы отметить, это основные предпосылки, с которыми сталкиваются предприятия, когда уже дело доходит до определения повышения эффективности непосредственно. Начнем с формирования потребностей. Это, пожалуй, первое из узких мест в учете транспорта, характерное для предприятий. Потребности в транспорте в заводской логистике можно условно разделить на три категории. Это потребность в грузовом транспорте, услуги спецтехники и пассажирских перевозках. В большинстве случаев учет заявок на перевозку груза, ну, более-менее учитывается корректно. А вот с формированием и дальнейшим учетом потребностей в пассажирской перевозке и привлечению спецтехники, ну, обычно дела обстоят хуже. Можно учитывать заявки в разных инструментах, Excel, почта, дополнительное программное обеспечение. Ну, такой подход влечет за собой как минимум сложность в аккумуляции затрат, в принципе, и непрозрачность учета, а также повышает риски на их корректное распределение тех самых как раз-таки затрат при таком несистемном подходе. Наш продукт, Excel, TMS четвертого поколения позволяет автоматизировать процессы формирования потребностей и учет специфики заявок в заводской логистике. Зачастую заявкам на пассажирскую перевозку отводится совсем немного времени, да, мало внимания достаточно, и при этом расчет расходов на затраты воспринимается как должный факт без возможности повышения эффективности и прозрачности учета. TMS позволяет не только контролировать заявки на перевозку пассажиров, но и учитывать такую специфику, как формирование постоянных маршрутов, позволяющие минимизировать трудозатраты на их каждодневное создание. Учитывать подбор оптимального транспорта, исходя из количества пассажиров, учитывать индивидуальные поездки на легковом транспорте, ну и контролировать занятость каждой отдельной единицы техники, а распределять затраты на перевозку в разрезе подразделений и транспортных направлений на производстве, ну и учитывать фактическую выработку, как и самого транспорта, так и водителей, привлекаемых на такие рейсы. Одна из частых проблем заводских комплексов – это простой спецтехники и грузовых транспортных средств. При этом такую проблему нельзя однозначно сослать на некорректное планирование ресурсов и оперативное изменение приоритетов потребности. На самом деле, как снежным комом, все начинается с некорректного ли вообще отсутствия учета заявок на услуги спецтехники. Зачастую цеха заказывает спецтехнику не совсем под понятные нужды. Ну, это прям очень частая история. Количество заказанной техники может превышать, на самом деле, реальное количество требуемой техники, требуемого количества для выполнения задач. Грамотное распределение заявок на спецтехнику позволяет проводить эффективное планирование рейсом уже с учетом требований к виду спецтехники в зависимости от выполняемых работ, плановой занятости техники и также количество смен для спецтехники. Работа спецтехники регулируется путевыми листами, где указываются моточасы, движение топлива. Автоматизация такого учета позволяет контролировать расходы топлива на основании норм расхода ГСМ, фактических затрат, полученных, например, путем интеграции с телеметрическими системами. То есть процесс легко реализуем, уже интегрируемся на данный момент с большим количеством таких систем, подключаем датчики и трекеры, и, соответственно, все это будем тянуть в путевые листы. Чуть позже более подробно об этом расскажу. Автоматизация такого учета вообще позволяет логистам не только формировать порядок выполнения работ, но и контролировать занятость техники на ремонтах, работах и на техническом обслуживании. Грамотный учет потребностей в перевозке груза тоже влечет за собой не только повышение маршрутизации, эффективности маршрутизации, но и корректное распределение расходов. Итак, какие основные фишки можно выделить на этапе уже только создания заявок на перевозку груза в Аксилот МС? Конечно, это определение направления перевозки, по которым будет строиться дальнейшая аналитика распределения затрат. Это может быть как доставка сырья не только от поставщика, но и перемещение между цехами. При этом при такой работе немаловажную роль играет приоритизация заявок на этапе их формирования. Она может быть построена как на основании приоритета определенного цеха или в зависимости от перевозимого вида продукции или сырья, срочности доставки, ну и самого подразделения. Упрощение работы при исполнении рейсов также может оказывать и корректный учет графиков работы цеха и ограничение пропускной способности пунктов подгрузки и разгрузки. Даже вроде незначительный пункт, как указание контактного лица, уже минимизирует на самом деле риски на этапе разгрузки и позволяет быстрее решать вопросы, возникающие на этапе подачи транспорта на разгрузку. При формировании заявок на перевозку груза обязательным условием является точное определение груза с его ограничениями транспортировки, порядки погрузки, ну и прочие характеристики, позволяющие поправильно расположить груз в кузов автомобиля. Помимо требований груза на этапе формирования потребности могут учитываться дополнительные работы в точках, которые необходимо выполнить. Как раз на этом этапе возможно реализовать автоматическое формирование заявок на услуги спецтехники. То есть мы получаем потребность в грузоперевозке, но на основании внутренних механизмов система уже понимает, что для выполнения такой операции потребуется еще привлечение спецтехники. Такой подход, он не только позволит минимизировать риски на предоставление спецтехники, но и позволит контролировать ее занятость. Итак, когда потребности у нас с вами в перевозке учтены, то здесь уже можно переходить к планированию. В заводской логистике очень важно иметь инструмент, который не только позволит смешатизировать заявки, распределить работу на спецтехнику, но и заранее определить достаточность доступных ресурсов предприятия. При работе в ТМС в таком случае учитывается не только сам транспорт предприятия, но и так называемая виртуальная техника, позволяющая определить характеристики и количественные требования к транспорту. Еще на этапе формирования потребностей, кстати, возможно определять не только способ выполнения заявки собственным или наемным, но и контролировать количество привлекаемых автомобилей. Ну, чем это выгодно для предприятия? Зачастую заказчики техники всегда ждут ее в первой половине дня и всегда срочно. Но по факту оказывается, что заявки могут быть выполнены в более поздний срок и не скажутся никак на финансовые потери предприятия. Но как же это предусмотреть? Здесь как раз в ТМС возможно реализовать механизмы, позволяющие проводить маршрутизацию в режиме онлайн и определять транспорт для каждой заявки. Еще на этапе создания потребности возможно понять, будет ли заявка выполнена срок, будет ли привлечен собственный транспорт или наемный, что на самом деле послужит инструментом для заявителя для принятия решения о сроке выполнения такой заявки. Такой механизм может быть применен как для учета перевозок между цехами заводского комплекса, так и для планирования работы спецтехники. При планировании рейсов немаловажным фактором является возможность отрисовки карты завода. Учет расположения объектов заводского комплекса возможно реализовать через подключение картографического сервиса, например, CityGit, OpenStreetMap. В случае работы с CityGit поддержку и актуализацию карт можно переложить на подрядчика, что также позволяет более эффективно и с профессионализмом, скажем так, ввести актуализацию всех данных. Также при оперативном планировании производится распределение задач между водителями и транспортом. Такое распределение возможно как перед началом смены, так и в процессе работы. С учетом возможности перераспределения заявок на доступные ресурсы, преследуется как раз минимизация простоя в технике на предприятии. То есть как это работает? У нас водители поехали, например, со своими заданиями по сформированному маршруту. Как это всегда бывает, какие-то водители выполняют свои работы быстрее, какие-то водители выполняют свои работы чуть медленнее. И, соответственно, какие-то работы могут не быть выполнены в срок. Соответственно, здесь система может определить такие риски, во-первых, и оповестить ответственных сотрудников, так еще и, возможно, предусмотреть как раз реализацию автоматического перераспределения таких заданий между водителями. И таким образом мы занимаем водителей на полный день, а не смотрим, как быстрые, скажем так, водители приезжают к обеду уже обратно в гараж и ждут окончания рабочего дня. Какие вообще ограничения возможно учитывать при планировании рейсов? Ну, это учет ограничений транспорта в зависимости от специфики груза и работской техники. Как я говорил ранее, в системе возможно заложить информацию о таких ограничениях, что позволит не держать все данные в голове у логиста и минимизировать влияние человеческого фактора. Помимо ограничений груза и вообще работ, система учитывает транспортные ограничения цехов и складов доставки. На практике, да, нередки случаи, когда складские ворота и места разгрузки в цехах не имеют возможности работать с крупнотоннажным транспортом. Поэтому в ТМС реализован механизм, позволяющий контролировать грузоподъемность транспорта на разгрузку. Конечно, немаловажным ограничением являются графики работы точек доставки, их пропускная способность. ТМС позволяет настроить не только возможное количество транспорта, которые могут быть поданы на разгрузку, но и приоритизацию ворот цехов для разгрузки и ограничения по типу транспорта. Дополнительно при планировании рейсов возможно учитывать параметры, отвечающие за контроль габаритов грузов и совместимость объема заявок и их распределение по транспорту. То есть система, она может работать не только заявка, заявка до машины, но и также делить одну заявку объемную на определенный какой-то период, заданный опять же по заявке, и распределять на несколько транспортных средств. Тем самым мы с учетом такой реализации получим аккумулированные расходы по каждому рейсу в рамках одной заявки и сможем видеть уже точную аналитику как раз по нашим расходам, вплоть даже до товарного состава. Это все можно будет зафиксировать в разрезе тех же самых каких-то групп позиций. Это все можно будет предусмотреть, рассчитать. Что также потом в дальнейшем по опыту благоприятно сказывается при дальнейших расчетах и бюджетах и передаче данных в корпоративные системы финансового учета. Когда мы с вами спланировали путевые листы, то здесь... Ой, прошу прощения. Если мы с вами когда спланировали рейсы, то, соответственно, далее мы, если мы говорим о собственном транспорте, то мы выписываем путевые листы. В системе, возможно, будет выписать путевые листы не только на грузовой транспорт, но и также на спецтехнику, на легковые транспортные средства. В системе, возможно, даже реализовать автоматическое формирование таких путевых листов, реализовать отдельный терминал для водителей, куда водители могут подходить самостоятельно и уже без участия оператора ввести свой код, либо через штрих-код, через карту скудовскую точно так же. Получить данные по собственному путевому листу и там распечатать. Такая реализация также возможна. Даже у нас уже предусмотрено отдельное рабочее место водителя. По итогу выписки путевого листа на основании данных по нормам расхода топлива, которые мы завели, как, например, в разрезе каждой отдельной единицы транспорта, так и, например, в разрезе моделей транспортных средств, в системе, возможно, уже будет рассчитать плановые наши расходы топлива по путевому листу, по каждому рейсу. Причем, кстати, путевой лист можно выписывать не строго на один рейс, а включать в один путевой лист несколько рейсов, например, если водитель выполняет несколько рейсов в рамках одной смены. Соответственно, все можно будет подключить, и система саккумулирует уже все эти затраты, рассчитает все пробеги как между каждой точкой, так и между рейсами в частности. И тем самым мы с вами получим данные по плановому расходу топлива. По итогу возвращение уже транспортного средства обратно в гараж на основании интеграции с телеметрическими системами мы, во-первых, можем получить данные по треку, сравнить его с плановым треком, который у нас был предусмотрен в рамках маршрутизации. Помимо этого рассчитать фактический расход топлива, рассчитать расходы по норме, тем самым выявить экономию, либо пережог, и также контролировать эффективность работы водителя в части управления транспортным средством. Близко всему в системе возможно реализовать учет различных видов топлива, даже подключить несколько видов топлива для одного транспортного средства. И это все фиксирует также в рамках путевых листов. Если говорить об автоматизации, забегать также чуть вперед, возможно даже подключить медицинское освидетельствование водителей. Здесь система позволит, во-первых, оценить степень готовности по медицинским показателям. Это давление, это тест на алкоголь, тест на наркотики, ну и прочие там всякие тесты, соответственно. И сформировать уже заключение о допуске к работе. Тем самым мы интегрируемся с такой системой, мы передаем данные в медицинскую систему. Она нам уже предоставляет ответ. Плюс ко всему даже возможно реализовать подключение через камеры. Тем самым в случае, если вдруг не тот сотрудник подошел, не тот сотрудник дышит трубку, это все система может выявить, предоставить фотографии, видео. Это все можно будет также сохранить все эти данные на стороне ТМС. И опять же уже принимать какие-либо решения. Ну и, соответственно, также, как я говорил, возможно печатать автоматизированные путевые листы через терминал, если мы хотим минимизировать количество сотрудников, операторов, то в данном случае можно также печатать путевые листы через медицинскую систему. Чем, кстати, удобно подключение медицинского осмотра? Это выгодно вообще по штату сотрудников. То есть на предприятии обычно там 3-4 медработника работают. Каждый работник в течение часа насматривает порядка 10 водителей. Может 20 иногда, бывает, конечно, и так. Но обычно там и поговорить, и еще что-то. Поэтому большие очереди. Здесь, опять же, можно следить задержки предрейсового осмотра. Если говорить уже об интеграции с медицинскими системами, то здесь, конечно, мы ускоряемся при предрейсовом осмотре. Здесь порядка двух минут уходят на работу с каждым сотрудником. Тем самым мы за то же количество времени работаем с большим количеством водителей. Ну и плюс мы не тратим большие расходы на содержание и на подготовку кадров. Говоря также о путевых листах, помимо интеграции с телеметрическими системами, в системе уже предусмотрена возможность интеграции данных с процессинговыми центрами. То есть из личного кабинета возможно получить файлик. Как раз файлик с потраченным топливом в разрезе каждого водителя в разрезе топливной карты. Соответственно, эти данные загрузить и произвести как раз сравнительный анализ. То есть проверить, что было занесено механиком, как отразил свои данные водитель. Соответственно, какую информацию предоставила нам топливная компания. Помимо этого, система может корректировать наши расходы, как обычно бывает. Месяц проходит. Если набежала какая-то сумма, количество топлива, которое мы приобрели у топливной компании, они обычно дают скидку. Тем самым мы эту скидку также учтем. Соответственно, перераспределим наши расходы и уже сактуализируем наши данные. Тем самым данные расходы распределятся по рейсам, но внутри каждого рейса уже распределятся по заявкам. И, как я говорил, возможно, даже до номенклатурных позиций. Тем самым мы имеем аналитику в различных разрезах. Это могут быть как и получатели, подразделения, направления, в принципе, перевозки. Ну и прочие более детальные данные. Не всегда на предприятии достаточно собственных транспортных средств привлекаются внешние дополнительные ресурсы. На стороне ТМС уже реализован тендерный портал. Он входит в наше решение. Здесь предусматривать какую-то отдельную интеграцию не требуется. Уже все готово. Тем самым здесь, во-первых, можно снизить затраты на обслуживание тендерного портала. Того же самого, как те же самые порталы B2B и прочие. Они все-таки требуют абонентской платы. А здесь, соответственно, это ваш собственный портал. Вы самостоятельно подключаете сюда перевозчиков. И внутри системы возможно уже настроить автоматизацию по работе с перевозчиками. Какие сценарии вообще можно будет использовать? Первый сценарий, самый, наверное, часто встречающийся, это работа как раз по тендеру. То есть формируем рейсы. Далее система отправляет автоматически рассылку перевозчикам, оповещает их по электронной почте, дает доступ, соответственно, на тендерный портал. И перевозчики в рамках тендера начинают формировать свои предложения. Для перевозчиков можно устроить аукцион, тем самым они увидят наилучшее предложение других перевозчиков и будут уже, соответственно, торговаться друг с другом. Помимо этого, возможно, через данный портал отправлять прямые заявки перевозчикам. Например, если мы работаем тем же самым ИП, либо мы работаем постоянно с какими-то транспортными компаниями, мы представляем, какой у них парк, и, соответственно, мы сразу можем планировать, например, рейсы на таких перевозчиков. Соответственно, через ТМС автоматически, опять же, сформируются заявки уже на конкретные транспортные средства, на какую-то конкретную технику. И, соответственно, перевозчик может скорректировать какие-то данные, если он готов предоставить другую машину, ну и, соответственно, подтвердить факт того, что машина будет предоставлена. Помимо этого, для перевозчика возможно предусмотреть и подгрузку внешних файлов, те же самые там скан-копии документов, заявок на транспортные средства, те же самые доверенности. Возможно, все это будет учитывать в системе ТМС, то есть минимизировать общение логиста, диспетчера с перевозчиками через почту, через телефон. Все это будет прозрачно отображено уже на стороне ТМС. И в части даже торгов можно будет посмотреть, с чего перевозчики начинали и, соответственно, на какой суммы они закончили. Еще один, на самом деле, очень интересный вариант реализации и работы с дополнительными внешними ресурсами – это как раз учет, скажем так, так называемого мастер-плана. То есть мы можем задать, например, на месяц количество транспортных средств, которые каждый перевозчик нам, например, готов предоставить, например, по итогу годового тендера, либо промежуточного какого-то тендера, там запросы тех же самых данных по направлениям, система, возможно, будет реализовать распределение в процентном соотношении, в количественном соотношении. Система автоматически на основании сформированных рейсов, которым требуется привлечение как раз внешних ресурсов, автоматически распределит заявки между перевозчиками. Тем самым мы и внутри системы закладываем наши договорные отношения с перевозчиками. Плюс ко всему система будет контролировать как раз процент исполнения рейсов каждым перевозчиком и следить, чтобы все было грамотно распределено. Мы, опять же, здесь минимизируем загрузку логиста, ему не требуется держать какую-то информацию дополнительную в голове, и мы даем возможность выполнять ему другую работу, тем самым часть работы мы передаем полностью на сторону ТМС. Единственное, что, конечно, нужно будет сделать диспетчеру логиста, это все-таки подтвердить уже выбор наилучшего предложения от перевозчика. Говоря вообще о работе с внешними перевозчиками, то здесь важно также отметить, что система умеет, она и должна, и умеет рассчитывать плановые расходы на основании как раз тарификации, на основании договоров с перевозчиками. Мы используем в системе достаточно большое количество показателей, которые позволяют покрыть все потребности в расчете тарификации. Причем, возможно, заложить различные условия, в зависимости от направления перевозки, в зависимости от транспорта, используя различные тарифные сетки, даже пробег по каждой зоне, по каждой дороге предусмотреть, и тем самым правильно рассчитать наши плановые расходы. Тем самым и здесь мы снижаем трудозатраты наших сотрудников. И это все перекладывается, получается, на сторону ТМС. Ну и плюс перевозчику, конечно, отображаемые эти плановые расходы, они, со своей стороны, также подтверждают. Ну и тем самым такие расходы могут быть саккумулированы и с другими расходами, как и с прочими, так и с расходами на содержание собственного парка. И, соответственно, такие расходы уже будут распределены между каждой заявкой, чтобы видеть, вообще эффективно ли мы работаем. Мы с вами подготовили рейсы, мы с вами провели тендер, раздали путевые листы, и здесь начинается, на самом деле, самое интересное – это исполнение таких рейсов. Система позволяет учитывать исполнение различными способами в зависимости от специфики предприятия. Но зачастую на заводах используются телеметрические системы, то есть учитываются, по каким зонам, по каким цехам проехало транспортное средство, учитывают все остановки, все движения, направления, и, соответственно, в случае необходимости оповещает ответственность сотрудников об отклонениях, о рисках в рамках каждого маршрута. В этой системе реализовано отдельное рабочее место по спутнику и мониторингу, где можно будет увидеть движение транспортного средства, причем увидеть не только в режиме онлайн, но и увидеть исторические данные, если там потребуется какое-то выяснение. Помимо интеграции с телеметрическими системами, кстати, интегрируемся уже с Виолоном, точнее, с несколькими его ветками, Омником, Скаутом, Гелиосом Про, Автографом, данный список, на самом деле, постоянно пополняется, у клиентов достаточно разнообразные телеметрические системы, поэтому к моменту, как будете принимать решение как раз о начале работы с нами, уточняйте, возможно, уже мы с чем-то синтегрировались дополнительно. Итак, помимо интеграции с телеметрическими системами, возможно, учитывать исполнение через мобильное приложение. Мобильное приложение, оно реализовано для водителей, фиксируются различные форматы, чуть позже более подробно как раз на нем остановлюсь. Мобильный клиент вообще возможно использовать не только собственными водителями, но и также сторонними перевозчиками, транспортными компаниями. Здесь конкурентное лицензирование, поэтому лицензии, они подключаются непосредственно на каждый отдельный выполняющийся рейс, но без привязки к водителю, к мобильному телефону. То есть, если рейс выполняется, лицензия захватилась, рейс, соответственно, выполнился, ну и лицензия отпустилась, ей может воспользоваться любой другой перевозчик, водитель, либо собственный водитель. Но, опять же, главное, чтобы был рейс. То есть, просто так, конечно, никто не подключится. Ну и один из, также, возможностей учета контроля исполнения рейсов, самый простой, оставил его там на конец, как он на самом деле менее интересный, менее автонтизированный, это ручной ввод. Все-таки мы на 90, наверное, или 95 процентов, точнее, выполненных проектов используем мобильные системы и также подключенные телеметрические системы, которые нам позволяют видеть более, например, актуальную информацию не только по трекингу, но еще и плюс, учитывая все-таки данные датчиков. Соответственно, в системе по итогу контроля выполнения рейсов мы имеем возможность, во-первых, анализировать данные, контролировать местоположение транспорта. То есть, мы уже будем видеть внутри нашего завода прозрачность проезда между цехами транспортных средств. Это все, как раз-таки, возможно, будет уже использовать в типовой версии системы. Как и обещал, чуть подробнее о мобильном приложении. Мобильное приложение, оно, опять же, предназначено для водителей. Здесь выводится информация по маршруту, ну, электронной версии маршрутного листа. Водитель может посмотреть даже, какие рейсы он до этого выполнял, посмотреть информацию по каждой точке маршрута, во сколько ему, когда необходимо будет приехать, увидеть контактное лицо. Опять же, да, здесь мы минимизируем общение между логистом, водителем, кому позвонить, а здесь вот не знаю, как подъехать. И, соответственно, все через мобильное приложение уже будет передано. Кстати, важно учесть, что в системе при вообще формировании точек доставки возможно даже учитывать и место подъезда, место подачи транспортного средства, что также зачастую облегчает работу водителем и вообще минимизирует пробег транспортного средства. Водитель уже не ездит вокруг цехов и не ищет, куда ему подъехать. Вся эта информация будет выведена на мобильное приложение. Как я говорил, на этапе планирования рейса в систему умеет распределять наш рейс, подачу транспортных средств на ворота, соответственно, как цехов, так и складов. И поэтому в мобильном приложении возможно даже такую информацию вывести, куда необходимо будет подъехать водителю, каким воротом. И здесь вся информация, в принципе, у него будет в телефоне. Плюс ко всему возможно посмотреть детальную информацию уже по местоположению, как я говорил, на карте, посмотреть подъезд с учетом, опять же, отрисованной карты завода. Возможно, это все будет отобразить через мобильное приложение, посмотреть, как правильно приехать. И плюс ко всему в системе возможно даже возможность корректировки, выполнения маршрутов. Здесь гибкая достаточно настройка ведется. В разрезе тех же самых водителей в зависимости от точек можно накладывать дополнительные ограничения. Водитель вообще при выполнении рейса фиксирует информацию о прибытии, о начале работы. Если мы говорим о собственных водителях, то здесь зачастую их мотивационная составляющая это доставка точного срока. Соответственно, водитель при исполнении на мобильном клиенте может фиксировать факт прибытия, но мобильное приложение будет контролировать его местоположение. То есть пока водитель не доедет до места разгрузки, он не сможет указать факт прибытия. Далее в системе возможно будет фиксировать именно начало выполнения работ. Для чего это нужно? Чтобы зафиксировать, опять же, простое транспортное средство. Выделить простое, это было по вине, например, перевозчика водителя, либо по вине заказчика, так как он не подготовил соответствующее место, например, на складе под разгрузку. Или наоборот, товар сырье не было подготовлено вовремя. Это все можно будет как раз-таки зафиксировать. Плюс ко всему, если в системе фиксируются какие-то дополнительные работы, которые необходимо будет выполнить, то в мобильном приложении водитель это также увидит. увидит не только информацию по работам погрузки либо разгрузки, но еще и различные дополнительные операции, которые необходимо будет выполнить в точке. При работе с коробами, теми же самыми, например, возможно, будет даже использовать штрих-кодирование. Причем штрих-коды можно получать как, например, из корпоративной системы, из складской системы, той же самой Акселот ВМС. Но также и, возможно, будет получать штрих-кода уже невосредственно при исполнении рейсов, уже на этапе, например, погрузки. Водитель самостоятельно это все отсканирует. Вся эта информация здесь зафиксируется, и ее даже можно будет передать в дальнейшем в другие корпоративные системы, опять же, на другой склад, другой цепи. Плюс ко всему, если вдруг что-то пошло не так, что-то не так с грузом, то здесь система позволит зафиксировать такие проблемы. И плюс водителя даже можно обязательно сделать фото. Такие фотографии будут отправлены, соответственно, в базу, ответственным сотрудникам разосланы. Ну и плюс можно будет как раз проинформировать ответственных сотрудников, и опять же, вся информация будет в единой информационной среде. Ну и по факту выполнения рейсов в системе отображаются данные в режиме онлайн, то есть вы не только видите движение транспортных средств в рабочем месте, на карте, но и также видите, как исполняются ваши заявки, в каких они объемах исполняются, ну и что также повлияет на дальнейшую маршрутизацию или перераспределение задач между водителями. Немного вообще о содержании собственного парка, что в системе у нас уже на текущий момент реализовано и возможно использовать. Ну вообще, если говорить в общем, то для полноценного учета собственного парка в системе уже реализовано все. И учет документов, и для транспортных средств, и для водителя, причем контролируются сроки. И контролируются сроки не только на стороне механика, но и могут быть контролированы, автоматически контролироваться для логистов. То есть логист подбирает машину собственную, то же самое, соответственно, формирует для нее рейс и дальше подтверждает. Все, рейс готов. А то система в этот момент как раз-таки производит проверку, а правильно ли установлена машина. Это раз. Два. Готовы ли все документы на этап выполнения уже рейса и контролируют их сроки. В случае необходимости оповещает сотрудников как заранее, так и уже в процессе назначения. Плюс ко всему можно прикладывать различные скан, копии документов, опять же, и водителей, и производить, соответственно, учет в единой информационной среде. То есть в системе уже будут работать не только логисты и операторы, но и, соответственно, руководители, но и плюс отдел с механиками, отдел ремонтных работ и прочего технического обслуживания транспортного. Здесь мы подключаем в единую систему со своими отдельными правами и тем самым мы видим всю картину целиком в одном информационном месте. Уже уходим от Excel, уходим от почтовых рассылок и от прочих каких-то там файликов и бумажек, которые в конечном итоге постоянно собираются, теряются и так далее. Помимо того, что мы тратим деньги на те же самые страховки, плюс ко всему у нас все-таки есть затраты на ремонтные работы. Здесь в системе реализован учет ремонтных работ, не только в разрезе каждой отдельной ремонтной работы, но и также с учетом движения запчастей, шин, различных агрегатов, которые используются, которые встают на замену в транспортных средствах. Учитываем их поступление, учитываем их расход, соответственно, в рамках ремонта и учитываем, соответственно, эти затраты. В большинстве случаев, на самом деле, когда мы приходим на проект, то работа механиков, работа с запчастями, она очень непрозрачная, серенькая и непонятная. Что за запчасти вообще находятся, в каком количестве, а за какую стоимость мы их покупали, а в каком они вообще состоянии, надлежащим или нет. Все это сначала один сотрудник ведет в Excel, один опять же ведет на листочке, другой говорит, что он помнит все. Здесь система, она позволяет не только это все учитывать, но и вообще является таким инструментом, позволяющим дисциплинировать сотрудников. То есть сотрудникам им в любом случае уже необходимо будет отобразить и поступление, и сформировать заявку на ремонт, отобразить, какие запчасти потребуются. Соответственно, система подскажет, может подсказать, всего ли будет достаточно. Возможно, необходимо будет закупить дополнительные какие-то запчасти. Плюс ко всему, система, она не только учитывает сами ремонты, но и информирует о предстоящих. То есть здесь мы уже преследуем, во-первых, повышение коэффициента готовности техники, мы учитываем технические осмотры, причем не только по сроку, но еще с учетом эксплуатации. Система рассчитает среднесуточный пробег, рассчитает плановую дату прохождения ТО, причем в разрезе каждой модели транспортного средства это все возможно будет завести, завести сроки прохождения первого, второго ТО и так далее. И здесь в отдельном рабочем месте для механика уже будут подсказки о сроках, о статусах транспортного средства. Здесь, если говорить о вообще таком эффекте, скажем так, синергетическом, когда у нас работают и механики, и логисты, тем самым они, во-первых, друг с другом не созваниваются, не потребуются перед каждым планированием, а эта машина готова, а вот с ней все в порядке, она завтра будет готова к рейсу. Здесь это все будет отображено уже в системе. Если вдруг механик планирует транспортное средство поставить на технический осмотр, соответственно, это все фиксируется в системе, и логист это видит, система это видит при автоматическом планировании рейсов, это все будет учитываться также. Ну и, соответственно, ремонт мы выполняем. Система умеет распределять не только ремонты, например, на транспортные средства, но и перераспределять ремонтные работы по направлениям. Бывают случаи, когда транспортные средства находятся в ремонте чуть ли не целый месяц, соответственно, при закрытии месяца в системе, возможно, будет настроить перераспределение таких затрат с одной машины, уже, соответственно, на другие, для того, чтобы увидеть, опять же, затраты в разрезе потребностей. То есть сколько мы по факту денег тратим на их выполнение. Каких же мы с вами по итогу достигнем эффектов? Ну, я бы начал, наверное, с автоматизации все-таки учета специфики, как я и начал в рамках своего рассказа на привлечение техники. За счет такой автоматизации повышается эффективность работы логистов при работе с заявками, ну и вообще формирование рейса. С правильным учетом потребностей и повышения занятости сотрудников и техники внутрисменности сокращается простой техники. Как раз и не только техники, но и вообще и производство, что снижает неэффективные затраты. За счет автоматизации работы с путевыми листами сокращается время водителя на предрейсовую подготовку, что позволяет повысить распределение заданий между транспортными средствами, вообще вести контроль за работой в целом и на выходе получать больше выполненных заявок. Помимо этого, при эффективном распределении заявок снижается межсеховой пробег транспорта, что, конечно, снижает расходы как и на исполнение рейсов, так и на сроки ТО. Все-таки зачастую наши транспортные средства проходят по эксплуатации, нежели по срокам, и мы будем снижать наши как раз-таки расходы за счет снижения пробега. Ну и вообще последнее, что хотелось бы сегодня отметить, это вообще достижение прозрачности, как движение техники работы водителя, ну и все-таки прозрачность учета расходов. В системе это все будет распределено, все будет видно в различных отчетах, которые, кстати, можно будет каждому настроить под свои требования, не только я имею в виду в рамках каждого отдельного взятого заказчика, но и вообще каждого отдельного сотрудника на предприятии. Ну, на этом у меня все. Передаю слово Ирине. Сейчас буквально секунду, мы переподключим. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, нужно что-то у нас уточнить, обратиться к нам, пожалуйста, на слайде видно наш телефон, нашу почту, на которую можно написать. Тогда, наверное, мы заканчиваем на сегодня. У всех еще тяжелый рабочий день, долго впереди. Вот, тогда, коллеги, всем большое спасибо, что слушали нас, что посетили наш вебинар. У нас будут другие. Обязательно смотрите нашу графику мероприятий, о чем мы хотим вам рассказать. Эти темы формируются из ваших потребностей, ваших запросов. Вот, так, тогда давайте всех, всем спасибо, всех поблагодарим, поблагодарим нашему модератору Ольгу, благодаря которой мы справились с площадкой, хотя у нас были некоторые проблемы. Вот, все тогда. Всем большое спасибо. Всем до будущих новых встреч. До свидания, коллеги.